Так, ну что, здравствуйте, дорогие друзья, шалом, всем шалом, и ждем, пока подтянутся все, которые хотят изучать Тору, знать, что Бог хочет, как Бог вообще обучил нас действовать, все, кто хотят приблизиться к Богу и изучать мудрость царя Соломона, мудрейшего из людей, Тони Каффман, шалом, Лилия Берман, шалом, значит, все у нас уже прям такая ядро ученики, мы все ученики Шлома Амелыха, мы все ученики царя Соломона, представьте, вас спросят, вот когда будут спрашивать от Тони Каффмана, Тони, почему он такой умный, а он скажет, а я просто учусь у Шлома Амелыха, царь Соломон, мудрейший из людей, надо сделать диплом, вот мы, Мишли, закончим когда, с Божьей помощью, да, и надо сделать, что закончил мудрость самого мудрейшего из людей царя Соломона, да, иногда потом экзамен будет сделать по каждой главе, безрад Ташем, с Божьей помощью, значит, смотрите, мы сейчас находимся 26 отрывок 12 главы, чтобы не терять время, Яков Шатадин, 26 отрывок 12 главы, и вообще вот в этом отрывке интересно, здесь, мне интересно, как на русском переводят, вот первое слово, потому что я нашел 4 разных, 4 разных комментатора, 4 разных дают значение вот этому первому слову, И совершенно 4 разных, как бы, как 4 разных смысла тогда в этом отрывке, в 26, 26 отрывок 12 главы, значит, звучит он так, етр, мирегу цадик, Вот это первое слово, етр, оно непонятно, значит, его 4 разных значения, но что-то для ближнего делает цадик, праведник, а путь злодеев, он искривленный, ведет в кривую сторону, то есть он идет в кривую сторону Важнее ближнего своего праведника Вот, это идет по Раше объяснение, вот на русский язык перевод идет вот там, где Итан смотрит, важнее ближнего праведник Что значит важнее ближнего праведника? Праведник важнее, он Значит, это идет простое значение этого слова, етр, это слово ютер, больше, больше, чем ближний праведник Раша объясняет, нет, это не Раша так объясняет, Раша объясняет етр от слова иватер Иватер, это уступает ближнему праведник, так Раша объясняет, да, то есть это похоже по смыслу То есть есть у нас первое объяснение, больше, чем ближний праведник, а путь злодеев ведет в другую сторону Это по-простому, понятно, значит, что праведник больше, чем ближний Но это, не надо для этого там быть слишком умным, чтобы понимать, что праведник больше, чем ближний Значит, это, я считаю, перевод, ну, может он правильный, но один из Теперь на английский, как переводят здесь, там, где я читаю, на английский так переводят A righteous man gives his friend direction Righteous man, праведник, righteous Righteous man, это праведник, дает ближнему направление Вот тоже, тут более-менее понятно, да, праведник дает ближнему направление, а злодей, он его ведет в другую сторону Тоже понятно Это в контексте вяжется В контексте вяжется, да Теперь, я сейчас не буду точно, я не помню сейчас, кто еще, как объясняет по фамилиям из комментаторов Но есть еще два объяснения Значит, Раша объясняет Иватер, Мираеву Цадик То есть, Цадик, он, кто такой Цадик, праведник? Тот, который действует, он действует по Торе, преодолевая свое дурное начало И он такой человек действия, то есть человек, который действует Есть Хахам, мудрец, мудрец тот, который знает точно А праведник, он тот, который действует, преодолевая свое дурное, плохое начало И он выполняет заповеди, там, и так далее Теперь, одна из главных, то есть все заповеди делятся на два, на две категории. Есть заповеди между человеком и Богом. Это верить в Бога, это любить Бога, это бояться Бога, это соблюдать шаббат, это одевать тфилин, ну и так далее. Говорит Шма и Сраэль, это заповеди между человеком и Богом. То есть ты через выполнение этих заповедей, ты выполняешь волю Бога, и когда ты соединяешь свое намерение, свое желание с желанием Бога, ты соединяешься с Богом. То есть смысл заповеди между человеком и Богом – это, выполняя желание Бога, соединиться с Ним своей главной частью. То есть вот мы обсуждали в этот шаббат, кто такой человек. И я, как бы, мое мнение, что человек – это его намерение. То есть все остальное, оно надевается на намерение, надевается на желание. И там, куда направлено твое желание, там ты и есть. То есть человек определяется по его целям, по его желаниям. И вот это намерение, на него потом одеваются правила, можно делать, нельзя делать. Это уже такая внешняя программа. На него надевается тело, понятное дело, двигается намерением. То есть у тебя есть намерение двинуться? Оно двинулось. Нет намерения? Не двинулось. И так далее. То есть, ну, человек – это его намерение. Так вот, праведник, заповеди между человеком и Богом – это когда есть намерение Бога. Бог сказал нам – делай, не делай, делай, не делай, делай, не делай. Когда человек говорит, я свое желание соединяю с желанием Бога, это заповеди между человеком и Богом. Теперь, ну, есть заповеди между человеком и человеком. Например, почитай отца и мат свою. Это между человеком и человеком. Хотя, это единственная заповедь, которая находится, вот если мы возьмем 10 заповедей скрижали, 5 заповедей идет между человеком и Богом, 5 заповедей между человеком и человеком. Так заповедь, почитая отца и мать свою, идет между человеком и Богом Это последняя заповедь, пятая, между человеком и Богом, интересно То есть это такая переходная, возьмем то, что чисто между человеком и человеком Не воруй, написано, а лотигнов, не воруй Это значит, Бог мне сказал, чтобы я у другого человека не воровал Теперь, вот тут начинаются нюансы Например, человек находит чужую вещь Он нашел чужую вещь, может он ее взять или не может? Непонятно То есть оказывается, что если эту вещь, хозяин вещи, он с ней попрощался уже умственно, да? То есть он уже видит, что он ее потерял, да? Он и теешь, значит он все, отчаялся, он говорит, все, нет, эта вещь уже не моя, попрощался с ней Тогда да, то есть она уже перестала ему принадлежать, он в уме с ней попрощался Но если он с ней еще не попрощался в уме, возникает вопрос Теперь лошонара, заповеди, вот это вот запрет злоязычия Могу я про кого-то что-то сказать плохое или не могу? А если от этого польза будет, а если не будет? То есть там начинается уже полная путаница Так вот цадик, он, значит он во всех заповедях, которые между человеком и человеком, он миватер Он как бы говорит, пусть будет как ты хочешь, пусть будет как ты думаешь То есть он, вот здесь если возьмем мы это значение, как Раша объяснил Иватер Мирееву цадик, он ближнему, он всегда уступает В Эдерах Рашаим тотем, а путь злодеев всегда настаивать на своем Добиваться там, спорить, ругаться, да? Он их все равно куда-то заведет в другую сторону Это если идти по этому значению Теперь другое значение Ятер Мирееву цадик Это Есть иватер, есть больше, чем ближний цадик А есть А есть Вообще значение такое Я не помню, кто это сказал Но идет слово ятур Слово лототуру От корня лототуру Это не следуйте Значит следует за ближним цадик Это Малбин, по-моему, да, он так объяснил Он говорит, что цадик, он не хахам Он не знает Тору, да, хорошо Он не учит сильно Тору Он делает больше Так откуда он знает, как делать? Он следит за ближним своим Он следит за, как вот есть хасиды, например, да Хасиды, это они У них основа служения, это объединиться вокруг Ребе И они все время, вот они наблюдают за своим Ребе, цадик То есть, и они очень хотят быть цадиками Но они особо не учат, как быть цадиками Они говорят, мы знаем, что наш Ребе, он цадик Значит, мы будем, как нам стать цадиками Мы будем, как наш Ребе Вот как он делал, так мы и будем делать И они, значит, вот по этому значению Следит за ближним своим цадик Он за ним повторяет В Дерах Решаим Татем А как Раша действует Раша говорит, кто мне царь? Я себе царь Злодей говорит, я себе сам устанавливаю законы Он не следит за ближним своим, он ни у кого не учится Значит, он, я шарба и наф То есть, он прям в своих глазах Он себя считает умнее всех Вот это вот три значения этого отрывка Давайте еще раз подведем итог Значит, цадик или он уступает Или он больше, чем ближний Или он следит за ближним Но за качественным ближним То есть, он моделирует, как в НЛП Человека, у которого хорошие духовные результаты Или же он Что еще у нас было? Етер Ну все, хватит Или он указывает путь, как в английском был перевод Ближнему А путь злодея, он все равно его собьет в сторону То есть, тут надо понимать Что злодеи, они все равно Рано или поздно, они проигрывают Все Теперь дальше, двадцать седьмой отрывок Двадцать седьмой отрывок Мы сегодня должны закончить главу Ло яхрох ремия цейдо Вот тут тоже вот это слово яхрох Я его не знаю Не понимаю это слово Ло яхрох ремия цейдо Вон адам якар хороц И имущество человека Уважаемое Двадцать седьмой? Да, двадцать седьмой Как переводят на русский? Человек обмана не жарит свою дичь Человек обмана не жарит свою дичь Переводят на русский Да, было такое объяснение И имущество человека Прилежного Прилежного Бесена Бесена Все Значит, смотрите дальше Дальше нам объясняется Барселона с нами Все Объясняется нам так Не будет жарить обманщик свою дичь Что имеется ввиду? Значит, есть люди, которые зарабатывают Есть люди, которые воруют Или которые обманом забирают свои деньги Тот, который зарабатывается, называется Харуц Мы учили Яд Харусим Тимшоль То есть рука вот этих Харусим Прилежных таких работяг Тимшоль Она будет властвовать А Рамаим Они рано или поздно Они потеряют свои деньги Здесь объяснение Как это будет происходить Значит, вот этот Рамай Он свою добычу Он охотился за людьми Охотился И он вырвал там Эти свои деньги Незаконным путем Да? Но он же Если он их вырвал Незаконным путем Он же их не может показать То есть есть люди много Это я прям Вот те люди Которые там в 90-е В 2000-е годы Они где-то Наворовали денег Потом у них сейчас проблемы С этими деньгами Их легализовать Они реально не могут Их легализовать Потому что Это деньги там взят Еще какие-то Ну то есть им сложно И у них сейчас Они вынуждены Делать еще множество преступлений Для того, чтобы эти деньги Каким-то образом легализовать И сделать их чистыми Теперь Вот об этом и говорится Не будет жарить обманщик Свою дичь Потому что когда он ее жарит Много Значит Ну это запах большой Люди приходят А где ты взял эту дичь Это интересно Есть в Талмуде Баба Мецея Есть Объяснение Как Как одного человека Назначили следователем И идет Сын Раби Шиман Барюхая И ему говорит Слушай Говорит А ты не боишься Что ты будешь Хватать сейчас Ну римская власть же была Римская власть У них были свои законы Да И там было очень жестко То есть там Не надо было доказывать Что человек виноват Даже если он не виноват Его все равно То есть там нужно было доказать Что ты не виноват А по еврейскому закону Нужно доказать Что ты да виноват И значит Его назначили следователем И он Ну ловил преступников Его спрашивает Раби Элизар Сын Раби Шимона Он ему говорит Слушай А ты не боишься Что ты можешь взять Вместо злодея Праведника И отдать его на смерть А там была за все Смертная казнь Римлян Он говорит Боюсь А что могу сделать Ну то есть Меня заставили Я должен работать следователем Раби Элизар Сын Раби Шимона Говорит Я сейчас тебе дам Точный знак Как Как находить Злодеев Значит смотри Зайди в 12 часов дня В полдень Зайди в В кафе Рюмочное Закусочное Такая Зайди туда И посмотри Кто сидит 12 часов дня Со стаканом вина И дремлет Если ты видишь Такого человека Сидит со стаканом вина В 12 часов дня И дремлет Значит Начни про него спрашивать Если он Талмит Хахам Мудрец Торы Тебе скажут Значит Он наверное Всю ночь учил Тору А сейчас он празднует Что он понял Какую-то важную Серьезную вещь И значит нормально То есть Если он Мудрец Торы Это не злодей Если он Рабочий У которого Работа ночью Есть такие Какие-то Виды работ Которые Работа ночью Значит Тоже он Не злодей Но если Но если он Неизвестно Чем занимается И он Не мудрец Не рабочий Нет Про него Неизвестно И он сидит Днем Бухает И при этом Спит Значит Ночью не спал Значит Это злодей Точно Это тебе Знак Хватай его А там Разберешься Тот Значит Начал хватать У него Раскрываемость Преступления Вообще Полная И дальше Раби Лизара Сына Раби Шимона Назначили Назначили Его следователем Его тогда Когда узнали Что это он Придумал Эту идею Его назначили У него возник Тогда конфликт С мудрецами Потому что Они сказали Как ты можешь А вдруг Ты ошибаешься Он говорит Я Я говорит Вычищаю Колючки Из виноградника Да То есть Я народ Израиля Это как виноградник Я вычищаю Колючки А тот ему Говорит Раби Шо Бен Корха Второй мудрец Говорит Придет хозяин Виноградника И сам выкорчивает Эти колючки А ты не имеешь Права То есть Есть закон Ты не можешь Его нарушать Он говорит Ладно Разберемся И потом Было такое Что на него На него Был один Он шел по улице Как раз С римлянами С этими Ну у него была Охрана Римляне И значит И шел какой-то Написано Прачечник И этот прачечник Ему говорит А до этого Раби Шо Бен Корха Мудрец другой Его назвал Уксус Сын вина Он ему говорит Слышишь Уксус Сын вина Потому что Его папа Это был Раби Шиман Бар Юхай Который написал Книгу Зуар И который Ну то есть Это Раби Шиман Бар Юхай Там Ну один из самых Великих равинов За всю историю И он ему говорит Уксус Сын вина То есть Твой папа Был вино А ты уксус Тише вино А под И он шел потом По улице И этот прачечник Ему говорит Ему Этому прачечник Ему же говорит О говорит Пошел уксус Сын вина А он говорит Если ты так Такой наглец Значит Ты точно преступник И говорит Римлянам Схватите его Значит Потом разберемся Потом он успокоился И пошел Чтобы его освободить А того Значит Уже повесили Римляне Они такие уже А что я думаю Тюрьма будет Как бы уже схватили Значит Его повесили И он стоит Перед зеркалом Не перед зеркалом Перед деревом Где того повесили И плачет И говорит О говорит Как же я так мог Ну быстро поступить И говорит Фразу из Мишли Шумер пи Былошоно Шумер Мишцарот Навшо Тот Кто охраняет Свой Рот И язык Охраняет От неприятности Свою душу Это он имел ввиду И тому не надо было Молчать Не надо было его обзывать Уксусом вина Но и себе Он говорит Что не надо было Мне так быстро судить И сразу говорит Что он злодей Из-за того Что он там наглец Он меня обозвал Он меня обозвал Но сразу сказать Что он злодей А сейчас его повесили И он стоит Плачет Стоит он Плачет Под этим деревом И тут к нему Подходят его ученики И говорят О говорят Чего Рэбе не плачете Говорит Вот этот вот Которого повесили Он И его сын Вместе В Йом-Кипур Изнасиловали Девушку Которая была Обручена И должна была Войти замуж То есть она уже была В статусе жена Как бы И за это положена Смертная казнь А почему Талмуд говорит Почему они сказали Что и сын его Потому что Если бы не сын Римляне еще Когда кого-то казнили Они забирали Все имущество И получилось Если бы его казнили За другую Ну за другую Какое-то преступление То тогда Забрали имущество Как будто бы Украли деньги у сына А так и сына Надо было казнить За это преступление Ну понятно да То есть ему сказали Ученики Что его повесили Значит за то Что его и надо было повесить И тогда написано Раби Элязар Сын Раби Шимана Он себя Начал вот так Хлопать по животу У него был большой живот Он был толстый И говорит Говорит Радуйтесь Радуйтесь Мои внутренности Что если Говорит Ваши сомнения Когда я сомневался Оказались потом Правда Что его надо было казнить Так говорит Когда я не сомневаюсь Что надо казнить Тем более Значит я прав Я нигде никого не Ну неправильно Я никого нигде не обидел Теперь И написано дальше Что потом он все равно В себе начал сомневаться И он решил себя проверить А как он решил себя проверить Известно Что цадики Они не гниют То есть на них Не действует гниение Потому что они Полностью Они Настоящий цадик Он не гниет И он И он написано Выпил Усыпляющую воду Его положили На мраморный стол Это было Ну две тысячи лет назад Да Его Вскрыли ему живот И выкачали Два бочонка жира Из живота И поставили Жир на солнце И он смотрел Потом очнулся Смотрел Жир этот Сгниет Или не сгниет И жир не сгнил Так И жир не сгнил И он говорит Хух Я в теории Я спокоен Что я Значит Садик И значит Все отлично Понятно Да идея Теперь Здесь написано Давайте вернемся Тогда к Двадцать седьмому Отрывку Что не будет Жарить Обманщик Свою добычу То есть В любом случае И обманщик Сам скрывает И если он Не скрывает То на него Нападут Другие обманщики Интересно Что весь криминальный мир Крутится вокруг Тех людей Которые нечестно Зарабатывают деньги Чаще всего То есть Все Вот эти вот темные Серые деньги Они находятся Под контролем Криминального мира И если ты украл То тебе очень тяжело Это спокойно потратить Потому что Ну сразу же На тебя Налетают Такие же люди ВОН Адам Якар Харуц И То что честно Заработано То что может Человек Показать Что он заплатил Все налоги Значит Он в Форбсе Все им восхищаются Он молодец Пишет книги Все Пожалуйста Тот же Амазона Хозяин Амазона Этот Джефф Безос Он везде На первых страницах Интересно Что вот Как мир устроен Да Что человек Который Как Наполеон Был маленького очень роста Джефф Безос 155 Ростом Представляете Самый богатый человек В мире У которого 140 миллиардов Долларов Официально 155 Сантиметров Роста То есть Это как девочка Такая Некрупная Да Маленькая девочка Такая Девушка И он при этом Самый влиятельный Самый богатый человек В мире У которого 150 140 Миллиардов Долларов Да То есть Он реально Как бы Миром Ну этими деньгами Он очень сильно Влияет на мир И последний У нас отрывок 28 В 12 Главе Вот это вообще Непонятно было бы Да На пути Дзтаки Жизнь А на тропиночке Нету смерти И если бы Не объяснение Было бы вообще Непонятно Что за тропиночка Что за путь Есть Три Слова Которые Обозначают Обозначают Пути Есть Дерех Это широкий путь Есть Орах Это тот Что отходит Проселочная дорога К деревням То есть Дерех Это путь Между городами Орах Это путь Отходящий На деревне Натив Это тропинка По которой Идет один человек Да То есть Это Натив Теперь Когда человек Идет По пути Дзтаки Это проселочная Дорога Да То есть Не все Осознает Что все Что у него Есть Это бог Ему дал Тогда Он Называет То Что он Помогает Другим Людям Не Милосердие А справедливость То есть Мне бог Дает Я им Даю Мне бог Дает Я им Даю Какая тут Милосердие Так должно Быть И когда Человек Это Осознает Это Вот Это И есть Настоящая Дзтака И это Путь Жизни Потому что Мы учили Дзтака Спасает От Смерти Дзтака Там Не поможет Человеку Его богатство Когда идет Раздача Ну Раздача Как бы Ангел Машхит Ну Уничтожение Эпидемии И так далее Но Дзтака Спасает От Смерти Дзтака Это То Что Самый Главный Капитал Чека Это Его То Что Он Сумел Помочь Другим Людям Да И Это Жизнь Это Путь Жизни А Что Такое Тропиночка На Ней Нету Смерти Есть Такие Люди Которые Полностью Себя Посвятили Полностью Себя Посвятили Духовной Работе И Как Служению Другим Людям Назовем Это То То Они Реально Убрали Сво Эго Таких Людей Единицы Можно На Пальцах Посчитать Это Мошера Бейну Аллах Мошера Бейну Это Пророк Илья Это Авраам Авину Ну И так Далее Есть Такие Великие Люди Которые Они Идут По Тропинкам Это Не Те Люди Которые В толпе Идут Это Первопроходцы Которые Идут Они С Богом Уже Вступили В Такие Взаимоотношения Что На их пути Нет смерти То есть Они Умирают Интересно То есть Они Не Умирают Как Умирают Обычные Люди У обычного Человека У него Момент Умирания Он Связан С Там Есть 900 Талмуд Говорит Есть 900 Видов Смерти Есть Самый Легкий Вид Смерти Это Как Волос Который Выходит Из Молока Когда Смерть Поцелуй Называется Когда Душа Выходит Так Из тела И все Это Прям И Она Выходит Есть Самый Страшный Это Когда Крепенник Выходит Из Шерсти Вырывает Или Как Канат Который Пытается Протащить В Отверстие Которое Меньше По Диаметру Чем Сам Канат И Такие Сравнения Когда Душа Не Выходит Из Тела Это Боль Это Время Там Страшный Вот Этот Момент И Написано Что Человек Когда Как Сказал Бог Арону Все Арон Пришел Твой день Соединиться С отцами Пошли Значит На гору Гору Ты Своего Сына Одеваешь Передаешь Ему Одежду Первосвященника Прощаемся И Переходим В следующий Уровень И Это Называется Смертный Шиха Поцелуй А есть Как Илия Уанави Который В принципе Не умер Которому Он Живой В огне Поднялся На небо Пришел Поднялся Пришел Он Между мирами Духовным Материальным Он Заходит Илия Уанави Тут Там Здесь Там Это Вот Это Те Которые Единицы Которые Идут По тропинке И тут Нет Смерти То есть На этом Пути Нет Смерти Я Единственное Я Не Присутствовал Но я Находился Рядом Когда Умирал Равыцк Зильвер Захронот Садих Левраха Велите Праведник Вот он знал Что в этот день Он умрет Это было Восьмого Ава Это как раз Было РФ Тишаба Пришла Его семья Его сын Прочитал Специально Есть книга Мавар Ебок Переход Через реку Ебок Как Яков Авину Переходил Когда он Стал Исраэлем Через эту реку Специально Есть книга Которую Перед смертью Читаешь Там Веду И все И вот Прочитал Его сын Эту книгу Он со всеми Попрощался И душа Его перешла В следующий мир Восьмого Ава Перед РФ Тишаба Собрался Все его ученики Десятки тысяч людей Собрались его проводить Все плакали И Как потом сказал Равио Эль Шварц Это был его последний Он всю жизнь Он преподавал Он был учитель Он вел людей К Богу Без Тора И он говорит Вот его смерть Это был урок Что такое Девятая Ава Что такое Разрушен храм Духовный Да То есть Вот 30 тысяч человек Почувствовали Что такое Когда исчез храм Когда ушла из жизни Духовность Все плакали Он говорит Я первый раз видел Чтобы за очень много лет Девятого Ава Все плакали Тут я увидел Десятки тысяч людей Которые плакали А почему они плакали Духовность ушла Из их жизни Он был как бы Олицетворением духовности В нашем поколении И тогда Все прочувствовали Поняли Это был такой Урок Мухаши Такой Как урок Который можно почувствовать Да Наглядное пособие Что такое Разрушение храма Что такое Когда ушла Духовность из жизни Все дорогие друзья Значит Мы закончили Двенадцатую главу Двенадцатую главу Что мы поняли Что в принципе Значит Цадик Больше чем Не цадик И что Он следит За более Крутыми цадиками И старается У них учиться Он Что еще цадик делает Да Он Иватер Он уступает Другим С ними не связывается Написано еще Амир Амавир Альмидатав Мавирим Альколь Пашав Тот Кто уступает Тот Кто не Переступает Через свои качества Не обижается Не гневается На других людей И так далее Ему прощают Все его грехи То есть на небе Как ты к другим Так и К тебе Бог И третье Что мы узнали Что по пути Сдайте Жизнь А Те которые Идут по этим тропинкам То там вообще Нету смерти То есть Но опять же Я могу лично Из своего опыта Сказать Что я знаю Тех людей Несколько человек Которые Начали серьезно Заниматься кабалой Чтобы пойти по тропинкам На которых нет смерти И они все С точки зрения Человека Ну вот социального И нормального Они все Поехали мозгами То есть они все Ушли из материального мира Они счастливые Ну там Чаще всего Из тех кого я знаю Знают этих несколько человек Которые уходят На эти тропинки Духовности Такой Ну высшей духовности Да Но они такие Отрешенные Они реально Как бы не в себе Малеха Да И Ну то есть Это Ну может они счастливее Чем обычные люди Ну реально Да Может быть они действительно В момент Когда они будут умирать Ведь все боятся смерти По большому счету По большому счету Вся забота человека О своем пропитании О там Каком-то То есть это все Попытка избежать смерти Попытка Захватить больше жизни Больше ресурсов Больше денег Больше признания Больше любви Людей других И так далее И это все По большому счету Это побег Попытка убежать от смерти И получить больше жизни Но возможно Они уходя на эту тропиночку Такую Да Высшей духовности А в итоге Они получат больше жизни Я не могу сказать Но я могу По впечатлению Что Из этого мира Они как бы выходят Но может быть Действительно Они за Как сказать Концентрируют Свою духовность И уходя на эту тропиночку Высшей духовности Да Кабала Сферот Там и так далее Может по итогу Они будут больше счастливы Потому что Это факт Что человек должен молиться О легкой смерти Потому что Ну реально Как бы Последние годы жизни Если человеку плохо То Ему плохо Ему реально плохо То есть Лучше Я всем желаю Чтобы нам всем было хорошо Чтобы была легкая смерть Ну а что Это Тора Это Талмуд Мы должны Написано Что человек должен об этом молиться Всю жизнь Спасибо Все Удачи Удачи Успехов Легкая смерть 120 лет Я имею в виду Легкая смерть 120 лет Все Удачи Успехов